МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие мои меломаны! Я, профессор музыки Виолетта Модестовна, счастлива вновь приветствовать вас в музыкальной студии Академии занимательных искусств. Сегодня мы с вами поговорим о пении. Эта тема уже появлялась в нашем цикле передач. Но многие телезрители в своих письмах настойчиво просят меня рассказать о том, как развить свой голос и научиться профессионально петь. Сегодня я постараюсь рассказать об особенностях эстрадного вокала. Сразу зачитаю письмо, которое пришло на наш электронный адрес и определило тему выпуска. Я сейчас занимаюсь с педагогом, академическим вокалом. Но мне хочется исполнять популярную музыку. Может ли академический вокал этому помешать? И еще вопрос. В поп-музыке много разных приемов, которых нет в классике. Расскажите о них, пожалуйста. Вадим Фролов, город Самара. С удовольствием расскажу, дорогой Вадим. По поводу академического вокала хочу тебя успокоить. Эстрадному пению он не помешает. Как раз наоборот. Это очень хорошая, добротная школа постановки голоса. Пройдя ее, ты потом легко сможешь освоить те музыкальные направления, которые тебе нравятся. Я бы сравнила это вот с чем. Начинающий врач, прежде чем стать специалистом, сначала тщательно изучает основы медицины, анатомию, физиологию и так далее. А уж потом он выбирает специальность, которая ему ближе, и становится хирургом, терапевтом, окулистом. Но вот совмещать обучение академическому пению и эстрадному многие педагоги не рекомендуют. Почему? Думаю, прежде всего, это связано с принципиально разной эстетикой звука. Академические вокалисты обязательно должны петь так называемым округленным звуком, ровным и чистым по всему диапазону. Именно такое звучание голоса необходимо для исполнения классических произведений, сложных оперных партий. В эстрадном вокале округленность звука совсем не обязательно. Более того, часто нежелательно. Вообще, всевозможные специфические приемы в поп-музыке – это очень интересная тема. И я уверена, что лучше всего об этом смогут рассказать люди, которые непосредственно занимаются эстрадным вокалом. Вперед, мои любознательные! Здравствуйте, Ксения Валерьевна! Здравствуйте! Здравствуйте, Катенька! Здравствуйте! Спасибо вам за прекрасное исполнение! Спасибо! Ксения Валерьевна, можно вам задать несколько вопросов? Конечно! Первый вопрос такой – чем отличается эстрадный вокал от академического? Для того, чтобы научиться петь именно в эстрадной манере, не надо обладать сверхспособностью, скажем так. Что касается оперного пения, конечно, здесь, если природа дала голос, если природа дала большой голос, здесь мы можем выйти на сцену, например, в оперного театра, да, а в эстрадном вокале мы можем использовать микрофон, и благодаря этому мы можем достичь таких результатов, обучившись и фактически научить любого человека петь. А можно ли параллельно заниматься академическим и эстрадным вокалом? Скорее, нет, чем да, потому что совершенно разная подача дыхания, разная позиция, и если, конечно, это делать на начальных этапах, то это будет сбивать. Если, конечно, человек уже обладел какой-то манерой классической или эстрадной, то после этого можно усовершенствовать свое мастерство другой манерой, да, но одновременно я бы это делать не стала. Но мне кажется, что распевка у них одинаковая. Не совсем. Не совсем. Разная подача и разные требования, и разные задачи. Потому что в эстрадном вокале мы больше внимания уделяем слову, и мы в первую очередь слушаем текст, и о чем эта песня. А сейчас я хотела бы пригласить Катю для того, чтобы показать вам одну из ежедневных распевок, которые мы используем. А какие приемы свойственны только эстрадному вокалу? Я бы, наверное, отметила приемы, которые называются йодель. Это когда с опоры на дыхание голос переходит на фальцет. И вот этот слон называется йодель. Очень часто его используют не только эстрадные вокалисты, но и народное пение, фолк. Поэтому вот это сейчас очень модно. Второй прием самый популярный, наверное, это фальцет. Фальцет – это более тонкий голос, менее тембральный, нежели когда мы поем на опоре. И тоже достаточно часто сейчас используется с разными вокалистами современными. А вот Катюша пела. Что это за прием? Это часто используют больше рок-музыканты. Катя исполнила песню в таком больше поп-рок манере. И это… Здесь был и драйв, здесь был и гроулинг. Поэтому вот такое необычное звучание голоса с расщеплением. То, что как раз вы успели застать во время нашего занятия. Говоря о расщеплении голоса, просто невозможно не упомянуть горловое пение. Оно бытует у многих народностей, но особенно этим славятся тувинцы. При горловом пении голос расщепляется на два потока. Один низкочастотный напоминает жужжание, второй мелодичный, который движется по ступеням натурального звукоряда. Во время такого экзотического пения представляется бескрайний простор степи, небесно-голубая даль и вольные степные скакуны. Голос довольно хрупкий инструмент. Сколько времени вокалист должен заниматься, чтобы не посадить голосовые связки? В том-то и дело, что пока голос не поставлен на опору, идет очень большая нагрузка на связки. И поэтому, когда ко мне приходят вокалисты и просят поставить голос, я максимум 15 минут разрешаю петь, и потом 5 минут перерыв. И, соответственно, чем больше навыков, мы позволяем этот промежуток расширить и заниматься уже можно 2-3 часа. Но все равно, конечно, если сравнивать с инструменталистами, которые могут играть по 10 часов в день, вокалист, конечно, себе позволить такого не может. Во время обучения вокалу старайтесь слушать как можно больше хороших профессиональных исполнителей. Дело в том, что когда вы слушаете песню, ваш голосовой аппарат повторяет работу голосового аппарата и мышц исполнителя. И эти навыки, хотите вы того или нет, усваиваются. Поэтому, слушая хороших певцов, вы тоже учитесь петь, а заодно развиваете вкус и повышаете свой культурный уровень. Не секрет, что эстрадные вокалисты при исполнении используют микрофон. А есть ли какие-то правила работы с микрофоном? Очень хороший вопрос, потому что многие студенты с других кафедр, например, классического или народного вокала, когда поступают эстрадные, сразу видно, что человек никогда не держал в руке микрофоны. И выглядит это примерно так. Вот поет где-то в этой стороне, в этой стороне. А на самом деле, с одной стороны, казалось бы, все просто, а с другой стороны, все равно нужно иметь определенные навыки. То есть микрофон должен быть четко напротив рта. Поем мы в него. Если хотим сделать звук громче, мы его немножко отводим. Если хотим, соответственно, сделать его тише, мы его относим более близко. Иногда максимально близко, чтобы прошептать, и этот шепот был услышан. Ксения Валерьевна, огромное спасибо за прекрасный рассказ, но мне бы хотелось, чтобы все-таки еще прозвучала музыка. Шерлок Холмс и доктор Ватсон Тайно вздумали добраться до вершин Альпийских гор И воздвигнуть там шостер Друзья мои, возможно, кто-то из вас давно хотел серьезно заняться эстрадным или джазовым вокалом. А может быть, вы мечтаете стать артистами? Тогда вперед! Пусть эта передача послужит для вас отправной точкой. А на сегодня все. Присылайте свои вопросы. Они вдохновят на создание новых передач. Пишите нам по адресу Я прощаюсь с вами до следующей передачи. Желаю вам доброго здравия и творческого вдохновения. Ваша Виолетта Модестовна. Субтитры создавал DimaTorzok